Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на последнем уровне сложности за Единую Империю проходить Endless Space 2. Последнюю игру от Amplitude Studios, которые скоро уже выпустят Humankind. Спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке Сообщества. Спасибо им за поддержку. Ну и рекомендую, если вы случайно наткнулись на это видео, начать просмотр с первой серии. Ссылка в правом верхнем углу появляется, либо есть в описании к этому видео. Итак, мы тут занимаемся прополкой пиратов. У нас... Тут мы уже проверили систему. Блин, я забыл, что я хотел сделать, честно говоря. Так, у нас тут что, появился новый какой-то закон? Чему у нас? Минус 10% на улучшение системы. 10% промышленности для постройки системы улучшения в конце преобразуется в пыль. Тоже хорошая штука, кстати. Тут генерирование, да. Ладно. Что у нас дальше? Правила ведения торговли. Ага. И бегемот оптимизированный. Я так понимаю, что я бегемот... Огромный... А, нет. Я еще не открыл. Тут улучшенные бегемоты. По-моему, я где-то открыл. Вот, чертежи бегемотов. Вот это мне надо сначала открыть. Давайте-ка мы вот поменяем местами. Вот так сделаем. Что-то я еще сначала чертежи бегемотов открыть. А потом пойдем еще и в танчики, пожалуй. Хотя вот тут у нас титановые снаряды откроются. Но это вспомогательный модуль с другой стороны. Ладно. Вот так. Армию. Какие у нас еще есть невыполненные испытания? Станьте первым обладателем 20 улучшений звездной системы. Ну и какой я тут в очереди, интересно. А тут что? Станьте первым, кто возьмет под контроль как минимум 4 звездных системы. Да что-то кто-то выполнил уже. Да, вот. Другая империя осуществила легендарные действия. И тут тоже другая империя осуществила. Да, вы достали. Вот тут видно, что тут зеленые выполнили, а тут фиолетовые. Я не помню, кто там был такого цвета. Ладно, тут что? Исследуйте 50%. Я, кстати, на восьмом месте, даже не на последнем по исследованию. А тут? Станьте первым, кто построит чудесный межгалактический технологический центр в одной из ваших звездных систем. Да, но это... У вас даже, по-моему, не открыт он. Тут что? Это уже кто-то построил. Тут испытания нету. И тут испытаний нету. Ладно, пока дальше ничего не делаю. Тут я построил армию. Слушайте, может мне вот этими слетать в Гиену и быстро апнуться? И потом стоять тут, охранять? Потому что у меня есть более крутые... О, 231 монета. Да, надо. И возвращаемся. Так, я... Вот этих засоюзил ребят. Надо посмотреть, чтобы их ассимилировать. Что они хотят? Достигните 70 отобрения в вашей империи и сохраняйте 5 ходов. Ну, это вообще сложновато будет. То есть вот тут ими... А, нет, у меня уже 79. Так, более-менее. Видите, я еще и 10 систем могу колонизировать. Именно систем, не планет. До сих пор, пока они будут влиять на лояльность. А, слушайте, но мне герои нужны. А это значит, что мне надо открыть рынок героев. А это у нас безвредное промышленное производство. Так, где? Правила поведения. Вот она. Безвредное промышленное. Давайте вот... Вот так. После... После чертежей бегемотов откроем. Так, хорошо. Ну, пока ждем. Тут пускай модули восстанавливаются. Я к тебе могу в спику лететь, на самом деле. Видите, я могу уже не по... Не по линиям. Но не по линиям намного медленнее летает. Просто имейте в виду. Кстати, в спике очень... Во-первых, много планет, а во-вторых, они вроде выглядят очень приятными. Большая степная, маленькая земного типа. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там есть. Но мне бы, конечно, колонистов надо бы делать. Потому что у меня еще куча систем, я могу колонизировать, но почему-то пока этого не делаю. Так, тут колонизация идет. 10 еды за месторождение ресурса роскоши. То есть будет 20 еды, да? И еще плюс 10%. О, у меня тут минус 43 по еде. Вот почему тут уменьшается. Слушайте, давайте я на автомат поставлю. Плин, все равно минус 41. Ай-яй-яй. Давайте, наверное, сначала вот эту построим. Потом вот эту. Нам тут еда явно нужна. Так, оплот предателей. А в Гиене у нас что? Ничего. Только сейчас была создана. Ну, пока так. Продать мне что-нибудь на деньги. Гипери 80. Сурсы роскоши как у нас тут. Васильковую плесень. Но у меня их, конечно... Ну, все, один. Не, я бы... Я бы пока не продавал. Потому что у меня васильковая плесень для апгрейда. И мне, кстати, в этом плане и Геракл хорош, и Спику еще надо заселить. Тут, видите, придется два компонента. Но я, скорее всего, тут уже буду использовать Эдемский аромат. Вот Джадоникс, конечно, классно. Плюс 60 производственную систему. Но я его не добываю, к сожалению. Он у меня просто... Ну, я его где-то нашел. Грубо говоря. Блин, надо гьену переименовать гьену, чтобы почтить память павших. Так. Как мы ее назовем? Во, новый бонус. Видите, о чем я говорил? Мы 10 этих, и у нас теперь... Строительство генерирующих мощностей, вербовка героев-промышленников, назначение героев-промышленников на работу в системы космофлота, колонизация планет, выравнивая показатели развития разных систем поиска. То есть, теперь у меня больше поддержка промышленников, я так понимаю. Да, кстати, я могу еще использовать вот эти ресурсы. Вот, смотрите, сейчас подробнее население. Я могу сейчас 10 этой плесени использовать, чтобы вот этих моих ребят появлялось больше. 5 ходов. Либо картошку, чтобы пульсосов. Пульсосы. Мы пульсосы, мы пульсосы, мы не курим. Но я не хочу, у меня слишком мало плесени, мне кажется. Так, значит, мы возвращаемся. Тут корветы. Корвет уходит в небеса. Гьену переименуем. Блин, а как ее переименовать? Управление империи. Где-то же было переименование. А вот. Как в честь героев, вот как их лучше назвать? Гьена? Героина будет у нас так. Эп, оп. Героина. Оп, оп. Эруина. Так, выполнили квест. В течение пяти ходов. Один ход уже есть. Пока не снижается лая. Ну, вообще было 79, стало 77 с другой стороны. Какие у нас еще там квесты? 793 науки генерировать. Новый тип. Ну, вот, кстати, я выполню вот это. Я ассимилирую новый тип как раз вот из Януса. Понимаете, да? Так, этот летит. Тут восстанавливаются постепенно. Этот долетел. Но надо сюда отправить, потому что у нас это экскорт. То есть... Чувачки. Для высадки. Хотя, мне кажется, здесь тоже хватит народу. Так, и тут в охране стоим. Это я для того, чтобы вот отсюда пираты не прилетели. Мне надо фат заселить на самом деле. Янус присоединиться. Спику заселить. Кстати, а в Брации у нас что за планеты? Газовый гигант. Средняя степная. Эдемский аромат. Ну... Не то, чтобы прям круто, на самом деле. Но система важная так стратегически. Тут вон всякие системы. У меня, конечно, пока пираты тормозили. Так, завершился 100% опыт на героев. На героине растет население. Отличное название, мне кажется, я придумал. Плюс 25 науки в империи. Так, там построилось. Доступны бесплатные изменения тактик боя. Ну-ка, давайте глянем. Какое у нас новое добавилось. Усилители плазмы. Гравий искажения. Я пока оставлю так. Блин, я не посмотрел, какой там флот, кстати. Вообще, честно говоря. Ой, у нас, кстати, на плод предателя прибыли те чувачки, которых я отправлял из Кораны. Так, торговые компании. Я могу штаб-квартиру торговой компании строить. И филиалы. Это за счет торговли мы будем получать... А вот и чертежи бегемотов заодно исследовали. А то есть я могу теперь бегемотов строить. Опять население убывает. А там нехватка еды, понимаете? О, Сафонов встретили. Ну-ка. Сюда, привет. Куда они, интересно, прилетели? Где-то тут, что ли, они? Ну, я бы с Сафонами дружил. Честно говоря. Да? Почему ты нахватываешься? 188 мир. Вообще, их не устраивает. Ну, давайте пока не будем. А может, обмен картами? О, тут более... Ну, я бы хотел их карту увидеть, честно говоря. Что им дать? За это. Василькову... Ну, я бы сверх картошку давал. Я их, по-моему, вообще сверх картошка не интересует. Ну, больше нету, ладно. Ладно, пока не буду с ними общаться. Вот, откуда они прилетели, интересно. Но, Сафоны, слава богу, в отличие, там, например, от этих деревьев, или вот этих, которые с ковчегами плавают, они никак наши системы высасывать не могут. Так что можно пока спокойно... Видите, кстати, у меня уже скоро эта система поглотит солнечную туманность и буду получать плюс 50 монет. Так, еда, еда. Ага, вот у нас, видите, бегемоты. Военный, экономический, исследовательский. И штаб-квартира торговой компании. Ну, я бы построил. Другой стороны, я бы... Так, что делать с юристу актеров? Плюс одну генерирование ресурсов. Ну, стратегических, причем это чисто на Титаны Гипперии. Ну и на... Кстати, на Адамант было бы неплохо. Адамант дорого стоит. Я бы его продавал. Ой, тут есть подземные явления. Давайте вот мы его исследуем. И хочу улучшить бегемот военный. Давайте глянем, что я могу тут расставить. Так, во-первых, двигатель помощнее. Дальше, что задает офис? Бонус систем, на орбите которых нет. Это я не буду ставить. Снижает стоимость технологии, если на орбите... Ага, это опять же бегемот надо куда-то выводить. Я буду... Это у меня военный бегемот. Я не буду... Я им воевать хочу. Так. Защита. Я бы, честно говоря, сюда еще один двигатель лучше поставил. На защиту у нас есть и так ячейки. Давайте так немножко универсально сделаем. Так. 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 Вот так и. Тут у нас... Ну, у нас лазерная... Или это артиллерия стоит. Зенитные орудия. Ну, туда и урон-то повыше. 39. Ладно, это давайте так пока оставим. О, тут еще есть пустая ячейка корабля. Ну, проблема в том, что, видите, он на малой дистанции у меня только работает таким макаром. Вот так. Ну, тогда 829, да? А если я возвращаю... 914. Ну, давайте снизим немного, конечно. Давайте немножко такой сбалансированный построим. Так. И... Ставим в строительство. Два хода строятся. Бегемотик. Нормально. Он, кстати... Вы его... Во флот не сможете добавить. Он эти 10 занимает. Я могу на сафонов этих напасть. И я думаю, что... Ну, смотрите, сколько у меня тут. 307 атака, 230 защита. Это не будет считаться войной. Потому что он на нейтральной территории. Давайте вынесем. Ты, блин, тут летать у меня будет. Он, скорее всего, отступит, мне кажется. Да. Отступил. Ну, я откажусь. Ну, я откажусь. Может, я зря, конечно, с ними, порчу отношения. Как бы мне... усилим нашу систему обороны я не знаю где мне посмотреть кстати их силу возможно это разница очков то есть искусственности по большая разница в очках видимо все таки так очередной уровень наука культура торговую компанию скоро построим давайте наверное уже на культуру вот эту поддержка там и так высоко именно в этой системе эти тут сто процентов и так героина растет вовсю постройки завершены внезапный скачок уровне инфляции к общему рыночному повышению цен так мы чуть попродавать пока у нас повышение адамант например какой-нибудь эти стратегически дороже стоит антиматерии вообще 408 даван 373 ну пока скачок давайте 10 штук продам эти снизилась цена сразу тематерию пока не буду тогда продавать и пройдемся по системам тут нормально все строится тут ксеноиндустриализация заканчивается колонизирована холодная плодородная стратегическими месторождениями нету у нас стратегических за планету то есть будет плюс 40 ну блин 8 ходов что-то долго хотя тут вот это мы построим будет быстрее ладно давайте еще вот это построим и удовлетворение давайте бесконечные супермаркеты в очередь так здесь героина героина да нам надо открыть это газовый гигант а тут ингибиторы испарения здесь тут уже заканчивается население ну давайте модернизацию поставлю один ход дальше нету месторождений нету месторождений горячая и холодная тут горячая горячая давайте так и так вот это пустынные планеты где мне открыть их заселение а вот и в ингибиторах испарим давайте поставлю в очередь почему нет решать тарфами тараформирование стерильных планет прикольно я еще не все прошел так тут колонизировано и тут колонизировано причем с промышленность но тут 5 тут живут эти вот пульсосы это они сделали специализацию на промышленность я бы здесь тоже на еду но нету ресурсов роскоши ладно давайте все на индустриальную инфраструктуру и эпигенетические посевы наверно пока так интересно я вот не увидел куда отступили эти сафоны одиночное здание властелин войны в густонаселенных городах империи всегда были черные рынки такое дело рынки для незаконной торговли огнестрельным оружием так надо то есть либо остановить этих контрабандистов либо и давайте прикроем шайку надо будет купить героя 5 уровня или назначить героину но вообще в каране она вроде есть каране у меня есть герой 5 уровня это точно горстка ученых и мыслителей знаменитой исследовательской группы предложила правительству интересный проект по созданию утопии они создали супер искусственный интеллект который может наблюдать самообучаться ну я прямой не хочу в религиозную тяну будет видите минус 15 культуры на систему а это прилично у нас меня 4 системы то есть сейчас минус по культуре пойдет но у меня за счет того что было плюс 20 стало минус 18 за счет того что я получаю культуру после строительства зданий это можно будет компенсировать пираты грабят но я думаю 400 против 500 а сдавайте-ка я улучшу улучшу мою мою пехоту блин 20 титана не хватает да ё-моё два давайте два титана куплю наверное как-то дорого стоит но этого столь чем быстрее мне кажется да кстати я не могу бесконечно бегемоты строительстве вы не видели там было написано что я могу один только бегемот построить но каждая исследована бегемот исследована технология с бегемотами их увеличивает количество 20 процентов урона будет давайте на рассуде куплю два титана кстати могу за культуру но не хочу и лучшим пехоту и вот теперь суще нормально нормально мы тут захватим раз еще вот прилетит эскорт а окраса фона нет оказалось так ну чё будем вот это колонизируем и давайте исследуем нашли эдемский аромат хорошо вот это колонизируемая но тут нету давайте вот эту посмотрим случай эту поэт вы сталкиваетесь небольшим безобидным сообществом горацию по-видимому оставшиеся в живых после крушения космического корабля поскольку катаклизм неотвратим необходимость переместить этот клав горация очевидно ну давайте доставить корабль горацию в одну из ваших систем где есть свободные чеки популяции хотя бы три ага начнут нам тут дали корабль давайте подумаем так нос геракл тут шесть ходов так хорошо что она может в мин так у кстати да вот тут есть ячейки как раз они вместе будут тусить полетели в мин так у и да да исследовали мы планеты и что еще давайте вот эту следуем антиматерия во плоти предателя растет убыль но это за счет военных действий у меня бывает это милитаристы поднимают голову внезапно это вера потому что этот у меня там было был квест он закончился и повысилась собственно как еще влиять как то должно влиять то что меня вот тут осаждают пираты не знаю вот так как у нас он как бы не по моему они улетают просто отсюда вот в эту систему может попробовать их перехватить этим флотом 5000 сила они хитпоинты 237 атака 386 защита у меня 307 230 у них тут атака кинетическая защита против лазерного а у меня так как раз лазерная защита против лазерного не очень не очень честно говоря умер в этот флот может мне разнести этот пока стоим восстанавливаем тут стоим в защиту следующем ходе микросе афат должен разнести я такое ощущение так рынок для героев мне бы сейчас каша героев покупать прям вообще все зонды восстановил всего лишь один ну я бы пока сюда слетал пускай он устанавливает зону я просто хочу посмотреть что тут дальше у нас есть о кого-то встретили ты несгибаемые новый бонус население а мы стали мизари то есть теперь мы считаемся мизари они кем-то там единой империи то потому что мы выполнили квотерь мы ученые ведь они промышленники блин так дальше у нас либо изучить бункер то бишь собрать адамантан в количестве 23 штуки и исследовать феномен на планете героина 2 либо посетить так тут но что тут тут тысяча и тут тысяча и числе все ваши империи 23 я бы вот это честно говоря сделал у меня уже там где-то в районе 23 и тем более к этому как раз иду после вашего выбора все единицы основном сильнее стали мизари а ваш лидер принял облик мизари пути назад нет блин искусство войны 10 процентов науки на империю так хочу наверное этим высадится сразу ох ты нейронная звезда еще нашлась и где но это далековато здесь я спику за 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 колонизирует она может дотянуться сейчас поменьше будет производительность похоже посмотрим темное сияние дает вместимость и народ так блин не долетела я думал я уже смогу атаковать а вот тут сафоны еще опять прилетели да вы достали где-то сафоны где-то вот тут очевидно это в этом месте странно что с этими не смог закон тачить гипериевый анализатор получаем науку за каждый уничтоженный корабль соперника это я вот тут в коране я так понимаю исследовал аномалию подземную но это не такой новый модуль который я могу на корабле устанавливать так тут бегемот заканчивает строительство что мы дальше построим ну наверное штаб-квартиру больше тут пока ничего не строится титана нету ну хоть с едой разобрались до 194 пошло отлично будем расти и слушайте раз мы тут другое население им наверное и требуется теперь другие ресурсы для роста да видите им теперь темно сияние требуется а не плесень ладно давайте глянем героев 5 героев у нас есть этот пожиратель страж люмерис эу социальные какой-то баромакса от несгибаемых и технократ куратор ну раз мы уже в ученые пошли надо кого-то ученых брать 3 400 стоит как какой миг круче как вы думаете остроумие героя трудовое мастерство но минерами что тут больше нравится почему-то технократ давайте продам наверное между вроде какой-то квест адамонтан а нет я его не взял это адамонтан и мне надо ну мне вот столько хватит к 1 герой куплю давайте глянем что там у него у него еда на систему ну я бы вот этого пока взял тут вот дальше будет видимо на науку и там я смотрю на горячие планеты он больше а у меня уже что-то прокачано нет ничего не прокачано так в какую систему мне его лучше назначить мне кажется там где производство повыше то есть шанс что он там быстрее будет расти то бишь либо в героину либо в мин так у войти в героинку что-то удовлетворенность 34 назначение героя повышая до удовлетворения ведь 54 стала ну поддержим ученых серьезно ученые стали с инсторамисти милитаристы странно потому что мы мизари конечно наверно из-за этого и то что мы стали мизари но нам теперь надо поменять законы и вот это не очень нравится у меня производство меньше по идее то есть я производственные вообще не могу да никакие принять так какие у меня приняты так геракл стал колонии смысле цель не достигнута ну как не назначилась у меня сидел в кентаке 5 там и даже не 5 уже 7 же наверно уровень а вот это я сделал все мы фат разбили я тут все энергии у них видите у них щиты энергетические но они работают лучше на среднем а то есть как можно дальше держаться ну давайте так ну немножко тяжеловатая будет битва рада у меня просто сами корабли посильнее так янув к нам присоединился и геракл мы обратили фат можно колонизировать ну как и хорошая планета даже сама по себе хорошая давайте на сафонов нападем ну это это его скаут это не флот просто уничтожим чтобы он давайте теперь я соглашусь хотя ослабленное давление империи на империю просто мы как бы просто не хотели чтобы он там туча вот все так вас тут достраивается бегемот потом штаб-квартиру потом колониста дальше эти летят нам надо вот с этими пиратами разобраться цену было не улетели отсюда честно говоря мы хорошо что остались кстати так этого сюда возвращаем пускай тоже стоят вот проблема с этим флотом это вы видите мне опять дали потому что я эту минорную фракцию присоединил к себе и получается что я эти корабли никак не могу улучшить потому что нету подобного этой схемы так все встретились вот это деревья они раз они развиваются и как бы опутывают системы своими корнями но пока я их не вижу чё пообщаемся а вот это еще каких-то елок с этими когда я хишу you cannot а с этими когда я представлюсь я давление увеличить вот это давление напряжение баланса влиятельного давления между вашими империями вот сейчас минус 3 то есть они давят на меня грубо говоря номера наверно не принято эти вообще воинственные но они фиг знает где с другой стороны и однако вот а у этих как давление а тут я от лукать ровное давление окей хорошо что насчет мира тоже не хотят прошла как насчет обмен картами как-то как-то дорого я икать не думаю что деревья могли бы так вздыхать ну как-то он не хочет я тоже не хочу особо давайте с афонами глянем как давление минус 08 опять же они на меня давят то есть они все по-хорошему сильнее ну блин все таки последний уровень сложности как-никак так давайте полечу наверное а вот тут чита границы это фракция миноров какая-то до малая цивилизация калтикма поджигатель войны стойкие непоколебимые но это милитаристы похоже они у них фадариен в союзниках ну давайте первый контакт и лезть организуем для начала так у нас еще тут есть свободные акты вот это от грязные руки минус 10 процентов стоимость улучшения системы пускай и может изучать технологии следующей технологической стадии стадии что еще принять супер натурализации минус 20 системы нет осторожно сессия нет плюс 20 на науки на минус 20 процентов денег это кстати возможно при стоять очков движения на корабле ну что-то как бы не особо так вот это я хочу сказать насколько это меньше будет денег вообще тут есть где-нибудь посмотреть общее количество капающих мне бабосиков ну что минус 20 процентов это серьезно ну я в минус скорее всего уйду но у меня всегда есть ресурсы которые я могу продать и они дорого стоят поэтому я думаю что надо принимать этот закон давайте просто глянем сколько еще науки у меня будет в итоге сейчас у меня капает 1018 науки да ну вообще плюс 101 то есть и от лояльности то есть ну я сейчас минусы на самом деле не должен большой быть минус вроде как я так приблизительно по раскинул не минус 7 все это большой минус 1 науки сколько стало монолки прибавилось пульс чем на 200 этих не нормально этом это можно продавая так ассимилировали колонизирована прошу там были был квест насчет колонизации захватить ассимилировали приведите новый тип населения в вашу планету но вот же это новый тип сеятели кстати как-то металлами блин минус 2 правда поддержка тогда будет но я бы наверное янус 3 скорее колонизировал те я и эту бы колонизировал на самом деле блин но минус 2 за каждое население это не очень приятно ну то есть знаете 10 населения то минус 20 сразу стратегическими опять же нет планетах с аномалии вот это кстати аномалия есть то есть плюс 5 науки за каждого жителя здесь вот это это круто здесь эти еще глянем планеты с аномалиями тут нету вот вот тут надо этого парня строить то есть плюс 5 науки с каждого жителя на планете с аномалиями то есть вот тут будет раз два три 4 5 плюс 25 науки так бы 10 больше чем 10 процентов от того что тут есть почему нет но правда дорого стоит содержание 8 монет это я вам хочу сказать дофига вот аномалия но тут мало жителей с другой стороны ладно пока дальше мы вообще по населению 12 мизари 5 юшу 5 сеятелей 5 пульсосов ну вполне такая демократическая империя я бы даже сказал о на героине застройка так это маловато еды будет за месторождение ресурса роскоши блин нам вот эти как как-то плане тут надо может здесь юниты лучше строить тот же кого не колониста и корвет даже наверно построю так потому что тут как бы развивать экономику на героине на данный момент не очень там что-то маловато и планет заселенной мало населения может быть так еще один бегемот вот я могу еще один бегемот строить и следующим открываем танки и больше армии можем делать 23 тысячу бабла получил отлично и следить технологию прозрачное общество а где это технология прозрачное общество базовый двигатель бегемота и базовые сканеры бегемота плюс 4 каблук эти тоже блин какой мне надо отдать еще во этих ребят вынесу блин один корвет снесли ну ничего у меня уже бегемот появился это мощь 829 атаки 1305 защиты летим в брацию так здесь мы совсем нет еще и летит мародер да господи да когда же вы угомонитесь так давайте долетаем и селим их тут все заселили дальше что у нас вот это я не понимаю всем силе почему не считать я уже и уже еще и горацию привез прозрачное общество это где у меня не находится такая теха исследуйте технологию а прозрачное общество теперь доступно на экране технологии ну блин она где-то отдельно находится ли что она просто не нахуй ну я его найти не могу может открытое общество вот скорее всего да то вот это потому что открыто и прозрачно это синонимы 6 ходов ну пускай пускай и потом я открою чё а ингибиторы испарения так а где этот трансфер виноград у нас обнаружен их знает мизари растет штаб-квартиру строим но мы можем развитие системы следующего уровня ставить так но в любом случае это будет эдемский аромат а вот что второе к я могу конечно опять васильковую плесень но извините на этом уровне их 60 штук надо блин мне надо что-то я пока не буду тогда тут а я могу еще что-нибудь купить например на рынке давайте посмотрим может на рынке какого-то ресурса дофига и он дешевый например сверх картошка 15 процентов скидку на покупку корабля и на покупку постройки ну кстати трансфер виноград 15 счастья дает и его 138 минус вверх картошка вообще будет дешевая на поставите минус 113 денег как бы жалко тратить сейчас хорошо а сколько у меня накапает вообще вход эдемского аромата плюс 6 плюс 6 ну давайте я все-таки на картошке остановлюсь я реально можно закупить потом я тут где-то она вроде могла добываться даже по моему так что давайте скупим подчистую картошку картоплю блин как моя империя без картошки я все просто не понимаю 22000 22000 это дофига а 120 ладно нет пока нет все таки это слишком дорого все так исследуем что тут у нас лишь одна аномалия плюс 1 плюс одна еда на все плане планеты в империи на 20 ходов сейчас еды тут будет завалить на самом деле может давайте тогда пока на производство автоматизируем и и наверно не буду пока специализовать правда промышленные зоны на горячие ну блин тут два жителя одна горячая межгалактический центр технологии 7 ходов бюро регистрации сделок но я бы еще один военный бегемот построил честно говоря меня беспокоит глянем не могу ли я чё ничь во первых кстати я открыл танки поэтому я могу теперь или не открыл еще блин не открыл до следующим ходом не могу лет и то нет похоже нету нового оружия давайте просто еще один военный я бы с другой стороны порошковое производство 2 2 денежка давайте это порошковое производство пока поставлю так ну разбросаю два спутника давайте сюда и сюда и летим обратно так на мин таки есть что строить на героине корове от меня колонист кстати построился давайте этого на фат колониста у нас еще и на спику надо будет на спику мы с коран и по моему отправляю я отправляю блин я чуть не исследовал аномалии кстати как раз корвет там достроиться красивая планета красиво как раз отправлю сюда так блин что-то все дорого ладно пускай сам сама растет и то и то и другое там 300 почти 400 культуры и денег дофига нет нет два хода один может тут еще сразу колониста тогда зачем тогда на коране микола низ то строить кстати действительно пускай тут строится мне вот дальше надо спику заселять так на янусь я боюсь я эту планету колонизировать и не буду видимо а спика там хорошая система мне очень нравится там вообще соседи нету тут понимаете fat еще важно сеть пошло тут явно эти сафоны мне бы вот туда подправлять но сейчас я как раз прилечу корветом тут исследую аномалии паспо посылаю туда что они где-то вот здесь даже видите сюда я посылал надо найти сафончиков сифончиков найдем сифончик так командные очки увеличены на землю танки появились и вспомогательный модуль правда его нельзя на применять на бегемотах враждебная программа отслеживания а ну это так системе корана ваши ученые обнаружили сильно поврежденный корабль неизвестной конструкции пересекающей границы вашей домашней системы корабль не реагирует на выборы нам вызовы просканировав корабль вы обнаружите что на борту находится не только плотное компьютерное ядро таящее бесчисленной секретной пассажиры в стазисе зараженные неизвестной чумой до взрыва корабля успеете спасти либо ядро либо пассажиров то есть если спасаю ядро тут 368 производства и 352 науки а если обитателей и случайная тех а тут тоже случайно я бы вот это попытался лучше спасти а это произвести надо произвести блин номер кстати мне кажется я и то и то могу произвести давайте давайте все-таки обитателей попробуем спасти о наконец-то захватите ассимилируйте дипломатическая у нам сафона объявили войну ну нам нужны бегемоты значит а это кто это видимо написано свирепые пираты но это видимо с квеста потому что не знаю как они могли вообще появиться в принципе а вот тут нас сафоны ну-ка какой у них тут сила но этих мы должны разнести я имею ввиду бегемотом так коровет у нас сюда летит значит все таки сафоны где-то там непонятно честно говоря это ёши с ними я уже пообщался так а это вот корабль гарацию но видел он мне как скаут получается сейчас будет потому что он слабенький апгрейдить его не могу никак ну давайте как скаута отсюда отправим будет еще пираты то вы достали вот тут откуда они появились уже так значит этого отсюда мы отправим зонды где-то у меня уже исследовалось вот так 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 в общем корабль летит ну давайте отсюда не буду отправлять я полечу сюда так эти корветы тоже сюда перевожу там с сафонами у нас столкновение явно будет я бы бегемотом вот сюда долетел и встал на охрану потому что не уверен куда сафон эти но они вообще тут стоят видите в защите если он стоит в защите я бы объединил эти флоты не получится кстати видите тут десять надо они все по отдельности будут тем не менее полетел бы вместе так еще вот этот флот добавил еще это эскорт пиратов вот это непонятно что конечно я так понимаю что это тот самый корабль по квесту так сколько мне там надо о у меня все таки еды не производится как бы мне тут на еду то побольше сделать живая чума сто семь триста шестьдесят восемь сто семь ну кстати и ни того и ни другого не производится так у меня бегемот следующий будет здесь колонист этот колонист в спику полетит потом мне нужен будет наверное все таки колонист в брацию да о медвей ух ты тут неплохая система я смотрю пепловая колонизируема колонизируемая крохотно да ну короче все равно поселенца блин зачем я назвал систему героин я теперь постоянно хочется петь эту песню о героина о-хо героина опять будут в комментариях писать чтобы я не пел тяжелая доля повелителя галактики ну чушь мне сафончики войну объявили надо было с ними договариваться похоже а не холодная война как просто холодная война но все равно мы можем то есть чем идея холодной войны он может нападать о смотрите вот это деревья расселяются но по моему я все равно могу спику колонизировать пока это они ресурсы тянут оттуда так феномен новый можно исследовать терраформирование и колонизация пустынных планет попробуем красить ресурсы просто посмотрим что будет так ну пока наверно никуда не буду посылать скоро выборы и вы замечаете в вашем правительстве усиливается поддержка партии малых фракций ваши медики не могут прийти так либо нанять шпионов существует 40 пациентов что ваш народ это обнаружит или арестовать шпионов плюс 10 к вам обратилась группа шпионов наемников они утверждают что могут выполнить любое задание но я не знаю я хочу чтобы у меня такая многонациональная единая империя была и у меня их довольно много сейчас нации я считаю что они вполне не могут пройти в парламент так что я шпионов арестую я не вижу причин мешать малым фракциям в парламент проходить в течение 10 ходов в вашей системе ментак и во всех соседних в ней узлах не должно быть вражеских кораблей что-то у меня сомнение что по академии обнаружено паши украли ресурсы прикольно ну кстати это с другой стороны вполне выполнено соседние методы вот связаны вот именно этими переходами медведица не будет считаться так что да это выполнимо так давайте мы все-таки потерянного в медведицу сейчас хотя я могу и этого отправить сми тут мы в фаде блин я корвет построил вместо то я построил ладно значит этого отправляем корвет значит сюда отправляем багровые специи то видимо вот здесь где-то будет так сафоны больше блин я не видел куда они полетели но я очень сомневаюсь что они в янус полетели я бы сейчас их тут увидел так ну братсу и надо захватывать конечно и этого колониста в спику а все-таки нет не могу а блин в ангаре просто я должен по идее мощь кроме по-моему я могу это это вот это вот вот это блин хотя тут колонизировано блин эту планету колонизировали нет тогда в братсу и полетим нет вообще в медведицу в медведицу ну как у меня все растет то как на дрожжах в минтаке и янусе завершилось строительство еще повышение цен ну давайте наверное имеет смысл адамонтан продать он стоит извините 472 но правда продается у меня он продает за 315 это покупка столько стоит ну давайте 32 продам пока во первых куплю героя промышленник люмерис куратор повелитель времени может промышленник люмериса возьму тогда ладно блин 5 900 нифига себе ну что поделать берем как бы так в минтаку очевидно тут у нас довольство очень низкое ну и производство тут имеется блин тут давайте а тут у нас даже а что такое низкое довольство тут минус 21 удовольствие из второстепенных политических партий системы так вам давайте тут эту аномалию исследуем мне тут нечем я не хочу отвлекаться просто порошковое производство мне надо как-то деньги поднять и филиал компании давайте так в янусе это я не хочу колонизировать в героине я специально открывал степную чтобы эту планету колонизировать вот это означает что здесь есть феномен какой-то ну или вот это аномалии там вот это исследовать так пока первый уровень но вот этих героев конечно в human kind уже не будет к сожалению а хотелось бы так тут у нас короче эти деревья ну вот тут еще видите незаселенные планеты а не поставил на строительство ну давайте модернизирую тоже до второго уровня у меня вот с деньгами проблемы надо что-то на деньги открыть кстати ну давайте может у деревьев по взламываем я бы сафонов повзломал но я не могу найти их ни одной системы пока к сожалению да давайте я хотел теху на деньги производство преобразуется в деньги не особо хочу но плюс 10 процентов за дружественную крупную фракцию 25 монет за уровень сеть ну то есть плюс 50 монет да если я построю вот квантовая экономика я хочу сначала квест выполнить так здесь что улучшение торговых компаний тоже попробуем сделать ну как эти стоимость ну что деньги на стерильной планете а вот плодородные умеренные вот это мне надо вот так давайте это улучшение компании я уберу пока ну потому что я не очень понимаю что мне это дает честно говоря так радяюсь последний оплот пиратов тут в моей системе сейчас уничтожим сафоны куда-то отвалили в этот момент прям даже интересно куда так это вот академия они могут нам давать героев так это вот академия 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 Повелитель пыли, библиотекарь. У меня вот Повелитель пыли хочется, потом библиотекарь, потом казначей. В таком порядке. Я так понимаю, что сделайте вклад. Давайте соточку я дам. Я просто не очень понимаю, как это сработает. Пока. А, сафоны все-таки здесь есть. Просто они невидимые стали для меня. И напал на мою... Ну, давай посмотрим. Хорошо. Так. Я работаю на средней дистанции. Оружие у меня больше кинетическое. И защита... Блин, у него тоже все... Блин, у него защита от кинетического. И оружие у него кинетическое. Вообще здесь их слабоватые. Они работают больше на дальней. То есть, мне надо сближаться. Надо черепаху брать. Давайте посмотрим. Просто покажу вам, как бегемот в бою будет выглядеть и действовать. Разворачиваются орудия бегемота. Пошли выстрелы. И ко мне вон летят ракеты. К честно говоря, я не очень пока понимаю, что нам тут показывает. Но сила в мою сторону смещается. Давайте ускоримся. Ну, хоть один корабль уничтожим. Просто когда вот до этой части дойдут, на этом бой закончится. Не концентрируется, что я на каком-то одном корабле... А, все, уничтожил один корабль. Ну, хоть... Хоть так, отлично. Ну, тут, походу, да, два корабля. Отлично. Нормально. Несущественная, по-моему, очень даже существенная. Тут у нас еще есть кораблики. Вообще-то. Я нападу. Они, правда, слабее, по-моему. А, у меня защита как раз. Ну, вообще, давайте глянем. Сколько у него тут? 471, 366. А у меня... Да, они слабее. Но я хочу напасть. Почему-то. А, показываешь, что я... Ну, просто... Так, и мне надо... Да, издалека атаковать. Смотреть не будем. А, потому что они наполовину все убитые. Я все-таки... Ну, у них... Главное, они напали на мой корабль, а я не могу. Нет, знаешь что? Иди ты... В попень. Усиль. Усиль свою оборону. Вообще, не возражаю. Так, этим я не буду нападать, потому что этот у меня для высадки. О, вот этим я, наверное, добью. А, нет, они уже все прилетели. Жаль. Жаль. Ну, слушайте, давайте на этой славной... Славной победе я закончу серию. Спасибо, что смотрите. О, кстати, тут что-то нам... Какое-то сообщение пришло. Подождите. Запросы из Академии. Еще требуют... Ну, это я, по-моему, сейчас уже им дал. Давайте, давайте 50 дам. Не знаю. Академия... Освободила вас от обязательства о ненападении. У нас было... А! Они напали нас, потому что мы согласились нападать на нее. И обязательство о ненападении потеряло силу. Вот о чем и говорю. Они какие-то охреневшие. 20% ресурса преобразовало. Вот это жалко. Тут еще минус. По деньгам пошел. Так, растет население. Флот-мародер какой-то получили в Минтаке. Но опять, смысл в нем, если я не могу его никак улучшить. Правлю сюда, ладно. Во, получили... Видите, я получил контроль. То есть она в моих границах стала. И теперь я получаю плюс 50 денег. Ну, если тут будет проходить сражение... Ну, тут я еще точно понимаю, что там будут сражения. Когда-нибудь какие-нибудь проходить, в принципе. Так, что-нибудь поисследуем здесь. О, что за ресурс? Паутина. Плюс 4 денег на... Нормально я ему денег нашел. А, ну это когда модернизировано через улучшение системы. Тогда он столько будет давать. Ну, тогда... Тогда ладно. Тогда не так прям уж круто. Это мои торговые эти... Связи между вашими и другими империями. Так, а как мне тут посмотреть экономику? Подожди, тут как-то переключалось. Я точно помню. Так, это показ. Они тут что-то поменяли. Тут раньше другой экран был. Или это... Сейчас бы вспомнить. Нет, это точно в экономику. Вот, я переходил. Ладно. Ладно. Уже в следующей серии мы тут радостно боюем с Афонами. Блин, вот этот... Меня вот этот восклицательный знак смущает. Это, по-моему, это значит, что... Вот. Улучшите меня восклицательный знак. Прекратите от... А, я... Я им могу... Выставить. Твои действия будут только сделать войну более болезненнее. Плюс 10% вклонения на корабли. Возле системы империи Сига. Или плюс 10. Ашфол представляет для нас проблем. Мы накатим еще в виде много таких проблем. Ну, я так понимаю, что они тоже для нас проблемы. Минус 1,2. На деревьях мы, наоборот, больше давим. А с этими 0. То есть у Сафона для нас проблема, реально. Нам надо с Сафонами что-то делать. Ну, повторю, опять же, уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. А спонсоры канала все. Продолжение буду посмотреть прямо сейчас. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк. Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok